Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова. И сегодня мы с вами рассмотрим шестую главу. Отвечал Иов и сказал, О, если бы верно взвешены были вопли мои И вместе с ними положили на весы страдание мое. Оно верно перетянуло бы песок морей От того слова мои неистовы. Ибо стрелы вседержителя во мне, Яд их пьет дух мой. Ужасы Божии ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве, Мучит ли бык у месива своего, Едят ли безвкусное без соли, И есть ли вкус в яичном белке. Мы видим, что Иов отвечает Елефазу, И он говорит о своем страдании. В общем-то он сетует, он как бы жалуется, Что с ним произошло то, что произошло. Иов говорит, что если взвесить действительно все страдания, Они больше, нежели песок морской. Поэтому Иов в православной традиции Так и называется Иовом многострадальным. Действительно, то горе, которое постигло его, Болезнь страшная, болезнь, разрушающая все тело, Гноящиеся язвы, запах этот, Невозможно ни спать, ни есть. То есть горе действительно весьма велико. И он говорит о том, что Если положить на весе, Такое дает образное выражение, Весь песок, то страдания мое больше. Оно верно перетянуло бы песок морей. И далее он говорит, Стрелы все держители во мне, яд их. То есть он понимает, что Господь его наказывает, Но не понимает пока по какой причине, Но верит, что все, что есть от Бога, Как он раньше сказал, Все, что ему посылается в жизни, Это есть от Бога. Бог говорит, взял, Бог дал. Бог дал в здоровье, Бог взял, Бог дал детей, Бог взял, Бог дал богатство, Бог взял. Во всем этом он видит промысел Божий. Не знаю, говорит, пока почему, Но претерпеваю все от Господа, Страдания мое велико. Об этом пишет и псалмопевец Давид, 37-й псалом, 3-й стих. Ибо стрелы твои вонзились в меня, И рука твоя тяготеет на мне, Нет целого места в плоти моей от гнева твоего, Нет мира в костях моих от грехов моих. Здесь псалмопевец Давид видит и свои прегрешения, Но видит, что он наказывается также и за какие-то прегрешения, Как человек наказывается по промыслу Божию, Наказывается для укрепления веры, Наказывается и за прегрешения. За прегрешение. И далее мы видим, что, говорит, Ревет ли дикий осел на траве, Мучит ли бык у месива своего. То есть этим самым он говорит, Я бы не сетовал и не жаловался, Если бы, в общем-то, Страдания мои не были так тяжкие и невыносимы. И далее, говорит, едят ли безвкусные бессоли, И есть ли вкус в яичном белке. Интересные эти слова. Что они означают? Чтобы их понять, обратимся к свидетелю Григорию Великому. Вот что он пишет, цитата. «Разве может, кто вкушает то, Что, будучи вкушенным, несет погибель?» То есть то, что не полезно. Конечно, опасно стремиться к тому, что мучит, Следовать тому, что разрушает жизнь. Но часто жизнь праведника достигает такой высоты добродетели, Что она управляет и внутри цитадели разума, Так что дает возможность терпеть глупость вокруг себя. Ведь чтобы подвигнуть людей к лучшему, Нам требуется уметь терпеть их несовершенство. И далее продолжает. «Никто не поднимает лежащего, Если не склонится в сочувствии С высокой высоты своей праведности. И когда сочувствием нужно, И когда сочувствием чужой слабости, Мы успешнее справимся со своей». Так пишет Григорий Двоеслов. То есть он говорит, «Едят ли что безвкусные, И есть ли вкус в яичном белке?» Здесь свидетель Григорий Двоеслов, Надо это было, может быть, заметить даже в самом начале, Что с разных списков есть толкование книга Иова. Например, свидетель Иоанн Златоуст Пользуется греческим текстом, А вот свидетель Григорий Великий Пользуется вульгаттой, То есть латинским текстом. И в латинском тексте Там более дословно звучат так, «Есть ли человек то, что ему вредит?» Поэтому видим его толкование, Он так и пишет, «Разве может кто вкушать то, Что, будучи вкушенным, несет погибель?» То есть немного разный перевод, Но вот поэтому и такое истолкование. И дальше мы, как прочитали, Конечно, опасно стремиться к тому, Что мучит, Следовать тому, что разрушает жизнь. То есть этим самым он говорит о том, Что не надо искать мучений Для себя и страданий, Если их Бог не посылает. Бывает такое в христианской среде, В православной среде, Когда человек налагает на себя И ищет какие-либо страдания, То есть то, что называется, Ну, можно сказать, Немного иронически, Ищет приключений. Не надо искать этих приключений, Нужно исполнять заповедь Божию, Главную любовь к Богу, Любовь к ближнему, Не надо провоцировать Какие-либо страдания. Поэтому здесь Григорий Богослов Так и предупреждает. Конечно, опасно стремиться К тому, что мучит. Не надо этого специально искать. Следовать тому, Что разрушает жизнь, Тем более. Но часто жизнь праведника Достигает такой высоты добродетели, Что она управляется И внутри цитадели разума. Так что дает возможность Терпеть глупость вокруг себя. То есть здесь он говорит, В связи с Григорием Богослов, Что Иов, как бы страдая, Он понимает, что он страдает По промыслу Божию И видит некую глупость Елефаза, Когда он бичует его И говорит по отношению к нему Не совсем справедливое. И далее продолжает Свидетель Григорий Богослов, Ведь чтобы подвигнуть Или сподвигнуть людей к лучшему, Нам требуется им уметь Терпеть их несовершенство. Как пишет об этом апостол Павел, Что я должен и глупцам, И невеждам, и мудрецам. Нам следует терпеть Несовершенство людей. Для чего, говорит? Для того, чтобы их сподвигнуть К лучшему. Терпением вашим спасайте души ваши, Но не только ваши. Вспомним опять преподобного Серафима Саровского. Да, что спасайся сам, Вокруг тебя спасутся тысячи. И далее продолжает. Никто не поднимает лежащего, Если не склонится В сочувствии с высоты Своей праведности. Здесь как бы звучит упрек К Елефазу. Он здесь надмивается, В общем-то, над Иовом. Он видит, что он праведен. Он его укоряет. Он старается выискать Именно в нем грех, Как часто поступают И христиане стараются Выискать все грехи И в других, Но не в самих себе. И свидетель Григорий Двое Слов советует С высоты своей праведности Склониться к этому человеку. И когда сочувствием Чужой слабости, И тогда сочувствием Чужой слабости, Мы успешнее справимся Со своей. Видением признакам Здравия души, Видение своего греха. Когда мы будем сочувственно Относиться к людям, Страдающим, Тогда склонимся к ним С высоты своей Мнимой праведности. Тогда, сказано, Успешнее справимся Со своей слабостью. Любовь к грядущему Душа приготовляет Себя встретить Превратность настоящего И муки телесные. Которых она так страшилась. Душа по мере того, Как небесные ее устремления Возрастают, Все более суживается. Слышите? У нас сегодня говорят Широта души. Но свидетель Григорий Богослов говорит О сужении души. Что это означает? Все более суживается. То есть все более Дает возможность Богу войти В свою душу. Что это означает? Это слова На горной проповеди Сказано Широки врата И пространен путь И узок путь Ведущий в Царствие Божие И не каждый Находит его. Вот в своей цитадели ума Как выражается Об этом Об этом святитель Григорий Богослов Необходимо Эту узость По Христу Узость пути В Царствие Божие Приготовить в своей душе Узость ума Направленного И не расширяя его Не разбрасывая его Узость чувств Как сказано Ваши должны быть Те же чувственники Как вы Иисусе Христе Не расширяя Не разбрасывая И узость своей воли Устремленную По молитве Отче наш Добудет воля твоя К на небесе и на земле Очень важная подсказка Так и пишет Смотрите Душа по мере того Как небесные Ее устремления возрастают Все более суживается Узок путь Когда она воспринимает Насколько Велика сладость Отчизны Вечности Она Возгорается Любовью И ради Горечи Нынешней Жизни Конец стат То есть Свидетель Григорий говорит Что если даже Постигает и горечь Этой жизни То душа любящая Она будет снисходительна Как он здесь И пишет Ведь чтобы Подвигнуть Людей К лучшему Нам требуется Уметь Терпеть Их несовершенство Никогда Не поднимет Лежащего Если не склонится В сочувствии С высоты Своей праведности Удивительная цитата И мы продолжаем Далее Шестая глава Восьмой стих Когда бы сбылось Желание мое Продолжает скорбить Иов В своем страдании И чаяние мое Исполнил Бог О если бы Благоварил Бог Сокрушить меня Простил бы руку свою И сразил меня Это бы было Еще отрадую мне И я крепился бы В моей Беспощадной болезни Ибо я Не Отвергся Из речений Святого Что за сила У меня Чтобы надеяться Мне И какой Конец Чтобы Длить мне Жизнь мою Твердость ли Ко мне Твердость моя И медь Ли Плоть моя Есть ли во мне Помощь для меня И есть ли Для меня Какая опора К страждущему Должно быть Сожаление От друга Его Если только Он Не оставил Страха К вседержителю Так пишет То есть Иов говорит о том В своей Такой Молитве И печали То что Он подвергся Этим страданиям Но не видит Никакого Сострадания От своих Ближних Так в Четырнадцатом Стихе И заключает Страждущему Должно быть Сожаление От друга Его Если только Он Не оставил Страха К вседержителю Видим Что Говорит Здесь Иов Что Всякое Надмение Над человеком Страждущим Но происходит У человека От того Что он Сам Теряет Страх Господень Как мы знаем Из притч Соломона Сказано Начало Премудрости Страх Господень То есть Понимая То что Все мы Под Богом Ходим Итак Ввиду Этих Тяжести Страданий И Ситует Ситует И говорит Что к страдающему Должно быть Сожаление От друга Вот что По этому поводу Пишет Тоже Свидетель Гегорий Великий Он говорит Цитата Заповеди Любви Две Любовь К Богу И Любовь К Ближнему Через Любовь К Богу Рождается Любовь К Ближнему А Любовь К Ближнему Вскармливается Любовью К Богу Ведь Кто Не знает Любви К Богу Точно Не имеет И любви К Ближнему И Напротив Мы Подвергаемся В Любви К Богу Если В самом Ее Зародыше Мы Сначала Вскармливаемся Молоком Милосердия По отношению К Ближнему Любовь К Богу Рождает Любовь К Ближнему Господь Перед тем Как Голосом Закона Сказать Возлюби Ближнего Твоего Как Самого Себя Предварил Возлюби Господа Бога Твоего Значит Господь Желает Сначала Пустить В душе Наши Корень Своей Любви От Которого Затем Произрастут Ветви Братской Любви Ну и Любовь К Богу Крепнет Через Любовь К Ближнему Что Подтверждает Евангелист Иоанн Говоря Нелюбящий Брата Своего Которого Видит Как Может Любить Бога Которого Не Видит 1 Иоанна 4.20 Конец Только Тогда Когда Человек Учится Любить Бога Помним Как Господь В Евангелии Говорил По причине Умножения Беззакония Во многих Охладеет Любовь То есть Когда Человек Не Насыщает Свою Душу Свою Разум Чтением Священного Писания Отцов Церкви Деланием Делами Милосердия То Он Как Бы Становится Человеком С черствым Сердцем Человеком Равнодушным И Надменность Мнимой Праведности В нем Преобладает Над Любовью К Ближнему Здесь Иов Так и говорит В Элифазии 14 стихом Заключает К Сраждущему Должно быть Сожаление От друга Где Научиться Этому Любви И Сожалению Как Говорит Об этом Свидетель Двое слов Григорий Что Только У Бога Помним Эти слова Послания Апостола Павла Коринфянам Любовь Долготерпит Не превозносится Не ищет Своего Не радуется Неправде Сорадуется Истине Все покрывает Всему верит На все надеется И мы читаем Далее Но братья мои Неверны Как поток Как быстро Текущие ручьи Которые черны От льда И в которых Скрывается Снег Когда Становится Тепло Они умоляются И во время Жары Исчезают С мест своих Уклоняются Они Глоняются Они Направление Путей Своих Заходят В пустыню И теряются То есть Здесь Иов приводит Такую Образную Картину Как Ручьи Подобные Которые Сходят С гор Когда они Смешатся С грязью Видим Что не все В них чисто Как и Говорит Ручьи Которые Проходят В пустыню Они Исчезают То есть Непостоянство Любви Рождается Из Того Что человек Отрывает Свой разум От Размышления О Боге Смотря На них Дороги Фиманские Надеются На них Пути Севанские Но Остаются Престыженными В своей Надежде Приходят Туда И От стыда Краснеют Видим Здесь Да По этому Поводу Можно найти Несколько Цитат Ну Например Того же Григория Великого Вот что он Пишет Цитата Когда Нечестивцы Творят Зло Добрым Людям Они Радуются Успеху Обмана То есть Здесь он Говорит О непостоянстве То люди Служат То потом Приходят Снова В лукавство Своих Мыслей И в лукавые Дела Так и Пишет Григорий Двоеслов Говорит Когда Нечестивцы Творят Зло Добрым Людям Они Радуются Успеху Обмана То есть Обличает Вот такое Злорадство Когда Видят Что Пошатнулась Надежда Внутри Праведника Это очень Меткие слова По поводу Того Когда Например Если человек Скажем Даже Неверующий Как-то Страдает Или Болеет То Иногда Такой Надменный Фарисей Православного Пошиба Старается Всячески Сказать О том Что Ну вот В храм Не ходил И получил Такое Злорадство Обличает И Иов Такое Злорадство Проскальзывает И в словах Елефаза Святитель Григорий Богослов Пишет Об этом Следующее Как мы Читаем Что Когда Нечестивцы Творят Зло Добрым Людям Они Радуются Успеху Обмана Когда Видят Что Пошатнулась Надежда Внутри Праведника Ведь Они Считают Наибольшим Достижением Распространению Своего Заблуждения Потому Что Им Нужны Союзники В погибели Но Когда Надежда Праведника Укоренена Внутри И не Склоняется Когда Либо Ко Внешнему Злу Смущается Душа Нечестивых Их Неспособность Достичь Сокровенных Глубин Того Кого Они Пытаются Поразить Заставляя Их От стыда Краснеть Как мы Прочитали Жестокость Их Не Постигла Ожидаемого То есть Здесь Говорится И у Людях Нечестивых А тех Которые Пытаются Сбить Праведника Его Праведного Пути И Мы видим Что если Получается Они Злорадствуют А если Не получается То они Стараются Печариться Об этом Потому что Не удалось Им Увести В погибель Так как Они ищут Таких Подвижников В нечестии И далее Продолжает Так и вы Теперь Ничто Увидели Страшно И Успугались Даже В судный День Грешники Приходят В святую Церковь То есть Здесь Григорий Богослов Говорит О страшном Суде Они должны Увидеть Славу Ее Наказание За их Вину Еще Больше От того Что они Видят Что же Они Потеряли Став Отвергнутыми И Огня В ад Других Стих У отцов Чем топчут ногами, вы смеетесь над законами дружбы. Но Бог зачтет и эту вину. Ибо тот, кто повелевает нам возлюбить ближнего, как самих себя, желает тоже называться любовью. Конец статы. Действительно, здесь преподобный Исихий, Иерусалимский толкует этот стих, так и говорит, что не стоит обижать человека, который так страдает. Не надо ему яму рыть и выискивать в нем какие-то недостатки. Иов так говорит, но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Есть ли на языке моем неправда? То есть Иов уверен в том, что то, в чем его обвиняют, он этого не совершал, что это несправедливо. Он терпит это все, но он как бы предостерегает и Елефаза. Он говорит, что не делай этого, ты поступаешь несправедливо по отношению ко мне. Уверенность в своей правоте вполне способна отличать ложь от истины. Иов требует, чтобы друзья пересмотрели, изменили к нему свое отношение. Узнаем дальше. Из следующих глав удастся ли Иову достучаться до сердец своих друзей, дабы они явили любовь к Богу и к ближнему. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok